В Чебоксарах появились сервисы аренды, в которых можно взять электросамокат в одной точке города, а оставить в другой. Пока прокатиться можно не по всей столице Чувашии. О том, как работает система кикшеринга в городе, узнала наша съемочная группа. Чтобы взять самокат, достаточно скачать приложение, привязать карту и сканировать QR-код. В городе пока 32 парковки, похожие на велосипедные, и 5 виртуальных стоянок для самокатов. Точка на карте, в которой можно его оставить. Каждая парковка выделена контрастным цветом в приложении, и на ней указан значок парковки. Если говорить о цифровых парковках, то это просто некая площадка, которая по геопозиции будет проверять, правильно ли запаркован самокат или нет. Если это стационарная парковка, то там немного проще, с одной стороны, и чуть больше операций необходимо сделать. Нужно поставить самокат в специальный слот и нажать на кнопку «Завершить парковку». И там, и там процедура одинаковая, за исключением того, что на цифровой парковке самокат надо поставить еще и на подножку. Стоит помнить и о том, что есть ряд правил, которые нельзя нарушать. Сюда входит то, что дети до 18 лет не могут кататься без разрешения взрослых на этих электросамокатах, так как это запрещено законодательством. Поэтому я прошу всех родителей быть очень внимательны и контролировать своих детей. Также все жители города Чебоксар, которым старше 18 лет, они не должны нарушать правила дорожного движения. То есть есть определенные места, где можно кататься на электросамокатах, есть выделенные дорожки, а по проезжей части кататься категорически запрещено. Это все будет связано с нарушением правил дорожного движения. Скорость самоката ограничена до 25 км в час. Проходить на одной зарядке он сможет 40 км. Оператор в Чебоксарах будет один, а фирмы разные, и приложения у них разные. Можно скачать одно из них, можно оба. Условия одинаковые. Жители города встретили новшество с интересом. Это замена автомобилем будет, я уверен. Очень удобная штука, особенно по Чебоксарам. Можно из одной точки в другую точку добраться. Парковок бы побольше. То есть СЗР до конца парковки сделает на Ваюшке, на Гагарина. Было бы удобнее, да. Сегодня мы первый раз попробовали, а так, в принципе, я бы использовала этот транспорт и для передвижения своих личных целей. Еще бы хотела, чтобы дополнительные были дорожки, где можно передвигаться безопасно, потому что в целом транспорт есть, а где передвигаться нет. Нет. Некоторые жители Чебоксар все-таки ждут расширения зоны кикшеринга. Но многие довольны тем, что возможность прокатиться по любимым местам с ветерком уже появилась. Ульяна Пятакова, Михаил Солин, Николай Скворцов, Республика.